ребят всем привет с вами снова я димас и сегодня мы будем снимать у нас новая рубрика всеми любимая вкус детства это что мы вспоминаем что мы пробовали в детстве и балдели от этого мы это ели детском саду мы ели это ели дома мы это ели на улице кто-то приходит в гости ребята потому что раньше постоянно толпа ходила людей детей на улице мы гоняли в деревнях или даже в городе в городе сейчас вообще дети все пропали с улицы все сидят смартфона там где-то сегодня мы готовим для вас три вида лапши и это вообще я даже такой не пробовал как бы это уже вкус детства моей мамы там родители или бабушек даже это тюре будет это супер блюдо на скоряк она готовится в разных регионах россии по-разному я приготовлю как вот мне мама рассказала как тут ее готовить посмотрите мы уже отварили лапшу ну как лапшу мы отварили макарошки трешечку спагетти внутри части их разломали потому что вообще не нашли ну как бы это почти идентично получится это тому что мы бы ели кого-то была домашняя лапша у нас вот такая крупная естественно вот у нас сотейничек здесь мы будем делать молочную лапшу это первый вид это вкус детства детского сада детском саду раньше всегда была лапша молочная наливаем молоко я налил специально пакетированное сейчас как бы домашнего молока не молоко не у всех есть даже у многих его и нет никто не пил его молоко налили добавили макарошки чуть сахара добавили кстати в этом блюде должно быть сахара достаточно много но можно сладкое потому что это и шло как десертные часто подавали на завтрак реже на обед типа запеканка была и молоко молочная молочная лапша либо каша как бы но раз в неделю а то и больше у нас детском саду постоянно была эта лапша добавили соли потому что молоко без почти без вот это покупное без вкуса без запаха обязательно добавили масло сливочное всегда была пенка на этом блюде ждем включили на четверочку ждем у нас должно закипеть чуть-чуть повариться и молочко загустеть возможно я в то время не был на кухне какие-то у них секреты у этих женщин поваров были возможно они добавляли крахмал ну я думаю что вряд ли не смотрел рецепт ну думаю вряд ли вот и второе у нас блюдо тоже это ну опять же детском саду это было ну и дома все готовили это просто лапша с сахаром так что мы добавляем вот лапшичку нашу добавляем сливочное масло если хотите добавьте растительное кому как больше нравится если вы как бы не промывали лапшу как бы ну можете просто сахаром посыпать сверху ну просто промыли чтобы она была не прилипшая вот как бы если вы варите сразу можете сахар добавить ну и сейчас просто прогреем и посыпаем сахаром и еще один у нас способ готовки лапши лапша у нас была с яйцом на завтрак тоже очень популярны берем и просто разогреваем макароны берем яйца одно-два яйца были раньше неотъемлемая часть еды и просто размешиваем болтаем болтушку делаем кто-то любил полностью поджарить но мне без разницы было такую готовили такую я и ел сейчас мне нравится больше чтобы все было обжарено прожарено также можно добавить соль зелень что ему больше нравится обычно ничего не добавляли просто яйцо разбили а там уже поперчили посолили ну все-все готово это выкладывать завершающее блюдо в нашем исполнении это тюре я мало о ней еще знаю пару видео смотрел она везде готовится по-разному возьмем зелень в принципе можно любую но мы возьмем лук как бы чаще всего используем лук зеленый либо репчатый какой был это блюдо наскоряк было и оно было просто как будто лить голод какой-то лук нарезали произвольно может даже рвали естественно лука брали большое количество чтобы хоть какой-то витамины получить в жару чаще всего это ели естественно вот кидаем лучок наш зеленый также брали чеснок и брали хлеб обычный взяли просто обычный хлеб и ломали вот такими кусочками большими такое количество добавляли соль если была возможность добавить перец добавляю тоже перец ну что было короче то обязательно наливали масло раньше масло было только с запахом рефинированное сейчас появилась вот и обычную ключевую воду если раньше колонки нигде не было были колодцы либо просто к речке ходили в колодец набирали вот и обычную воду добавляли естественно все размешивали и вот так ели хлеб чуть-чуть намокал хлеб не важно было сухой не сухой как бы естественно понимаете размокал со временем так что так такая теория ну вот смотрите ребят мы приготовили наши замечательные блюда с детства будем сейчас пробовать что у нас получилось вот начнем с яичницы макарошки с ее с яйцом точнее если так можно сказать вот обалденно это просто сказка если хотите добавить зелень добавьте соль сахар перец чтобы считать нужным но я ничего не добавлял потому что детстве именно так бабушка готовила или мама просто макароны там остались когда-то вчерашнего или еще с утреца разбили яйца туда быстро перемешали завтрак готов элементарно на эту фуузерсу реально сейчас ем и опять вспоминают все еще один замечательный макарошки кто не любил яйца и еще что-то готовили как бы ну дети любят сладкое всегда готовили вот такие макарошки с сахаром посыпали еще много сладкие макароны вот реально это дети ели в то время час не знаю будут ездить от нет вот ели это очень вкусная штука реально детском саду я не помню чтобы такое готовили но вот дома тут деревне быстро чтобы бабули накормить нас мелких отварила макарошки сделала это вообще волшебно вот это блюдо я дома не ел ну не готовили у меня такое не родители не бабушка не готовила такое вот но это я ел постоянно детском саду как бы я не особо ел на самом деле вообще молоко не очень люблю но это было всегда со спинкой там куча жира было запах такой прикольный молочный вот в то время не знаю с какого молока там готовили на какое-то было все равно какое-то привозное прятались из-под коровы но здесь как бы наверное если кто-то ел деревнях то есть коровы в городе детском саду было только вот такое молоко обычный пробую этот вкус вообще реально это классно вот видимо не было секрета никакого реально молоко загустела постояла я не люблю молоко тут молоко вкусное реально но вкусно ну вот горошки отдали что-то свое мучное и она загустела вот секретная вещь там есть какие-то как макаронок крахмол содержательные элементы и это все отдал это как это вообще реально группа номер шесть и оказался как будто завершающее блюдо это вот тюри для меня это откровение я тоже никогда не пробовал не ела реально мама рассказывала и она ела там и ее родители бабушка с дедушкой вот и как бы в зимний период они за место зеленого лука добавляли обычно репчатый тоже времени бывало нет зимой фигак фигак покорошили воду залили и репчатый лук прям нюхаю как салат но это суп попробуем что получилось у нас знаете отлично съедобная штука обалденно просто москви создает такой вкус как будто это такой вот как будто там что-то поджаренное или сваренная зелень дает свой вот этот оттеночек она дополняет вода она вода не чувствует как будто бульончик такой вот с маслом это сочетается кстати мы представили хлеб ну кто не любит мочить хлеб супе в любом кто бы то всегда же так делает ну прикольная вещь прикольная съедобная много видел смотрел насчет тюри там какие-то вещи и по-разному делают вот у нас лица признанской области вот такой был пишите комментарии как вы там готовите или у вас в области кто-то бабушки дедушки готовили тюрю сейчас такой редко нам встреч может какие-то там поселение староверов готовят еще что-то подобных церквях во время поста прикольно обалденный вкус это стал не ностальгии я попробовал я и вернулся в детстве у меня прям мурашки по коже так что пробуйте вспоминайте готовьте какие-то блюда и вам нравится с вас подписка кто первый раз на канале лайкался естественно всем вам добра здоровья берегите себя увидимся нашем канале с вами был димас вся банда все увидимся ребята пока пока